Вольная команда России и душой болею за борьбу, развитие и вольной борьбы Республики Буретти и по программам МАЭС развития и вольной борьбы. У нас по статистике на 2016 год начальная подготовка у нас 2300, 828 человек, а тренировочных 1300, совершенствование 1198, а выше 16 человек. Вот это начальная подготовка, потом юноши, юниоры и взрослые команды, которые выступают на высокий уровень. Качество подготовки спортсменов это проблема наша. У нас вроде бы занимается очень много спортсменов, детей, у нас 25 регионов, ну районов существует вольная борьба, а там разрядники, ну массово разряды юношеские, вот так, 1670. А почему нет перворазрядников, потому что соответствующего, ну судейского корпуса нет, ну всероссийской категории. Только Евгений Павлов говорит, что он единственный в социалистической категории. В международной категории у нас 4. А юношеские соревнования по борьбе критерий не выполняется, потому что вот отсутствие, например, элементарного вот этого в сероссийской категории нет. Дальше. У нас, ну договорились, там 165 человек по району, да, республики тренируют. Из них, ну, в основном у нас, как сказать, в 16-м году новый закон вышел, чтобы специально были педагогическое образование. А у нас только 85 высших образований, которые имеют, это было по специальности, по спорту, в культуре, спорту. Остальные средние специальности. Так, отсутствие в сероссийской категории судей республики Бурятия, это такой невыстроенной системы мероприятий. У нас, ну, как сказать, борьба общая, национальная борьба есть, и вольная борьба есть. Вольная борьба проблема, потому что у нас очень много мероприятий коммерческих, и, как сказать, Дети там ездят по возрастам. Надо сделать систему подготовки спортсменов. Тренера, что дети не разбрасывались по национальным видам, и с тренером по национальной борьбе договориться, чтобы ЕКП сделали, и по вольными тренерами. Отсутствие целевого финансирования ЦСП Республики Бурятия, методика биологического сопровождения у нас. Я, например, член сборной команды, за сколько лет был, вот эта методика биологического не присутствует. Чтобы она доходила индивидуально до каждого спортсмена, чтобы сколько было заложено, и сколько спортсменов пришло, он получил человек. А без этого у нас случается. Каждое соревнование за год выступает спортсмен 8-9 соревнований, чтобы на высокий уровень бороться. А без иммунизации, без фармакологии, куда? Там болячка каждая. Назовите вольную борьбу Республики Бурятия. У нас, как бы сказали, вольная борьба на высоком уровне, но есть минусы. Там чемпионаты, первенства проходят, залы полпустые. Ну, интереса нет в вольной борьбе. А почему национальная борьба была? Там все приезжают, там, исключая, например, национальная борьба в Кярте был в турнире, там все первые улицы были. А почему у нас в вольной борьбе нет? Только на президентском турнире все приезжают. Чемпионаты, первенства нет и завоевание олимпийской медали. Цель завоевать олимпийскую медаль. Повышение качества подготовки резервов. У нас резерв, это спортсмены, в основном, как сказать, ребята с деревень. С деревеньским ребятам это социальный лифт, подняться там, войти в элиту республики, себя показать, детей, родителей, ими поднять. Повышение качества подготовки тренерского состава. Это подразумеваются семинары, например, в Северской республике или чемпионат по юниорам проходит, там надо собраться семинары тренеров. А вот в любви не откроешь там.